Всем привет, ребята, с вами я, Диана, и в этом видео мы с вами поговорим про новое яйцо в Адопт.Ми. Но перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий, также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. У тебя одинаковые предметы из Роблокс, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на сайт starpads.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери, меняй несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Но и не забывайте, что на Starpads можно покупать или продавать предметы из Роблокс выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Роблоксу Starpads будут закреплены в комментарии и в описании. И напоминаю вам про свои социальные сети. Во-первых, это телеграм-канал, в котором каждый день проходят конкурсы на разных флайрайт питомчиков. ТикТок, лайк и мой профиль в Роблокс. Если ты хочешь на все это подписаться, все ссылки находятся в описании под этим видео. И по нашей традиции в каждом видео я разыгрываю флайрайт черепаху. Условия в конкурсе, как всегда, очень простые. Это подписка на мой канал, поставить лайк на это видео, в комментариях написать, что вы участвуете и написать вот такой вот хэштег. Результаты этого конкурса я подведу в следующем видео. А победителя из прошлого конкурса вы сможете найти в конце этого видео. Итак, ребята, я вам в прошлом видео рассказывала, что наше японское яйцо убирают, ребят, и у нас заменяется оно новым яйцом. И уже разработчики нам стали показывать новых питомцев, ребят. Конечно, не прям близко, но, так скажем, сдалека они нам показывают новых пэтов. А это означает, что совсем скоро, через неделю, у нас уже в адоптинге появится новое яйцо. Пока что неизвестно, как называется яйцо, какие там вообще питомцы будут. Но два питомца разработчики нам уже показали, и давайте я вам их покажу. В общем, ребята, вот два питомца, которые нам показали наши разработчики. Это какая-то белая птичка, похожая на кардинала. Также второй питомец, это ящерица, ребята. И говорят, что это пародия на лесное яйцо будет. Как оно, Форест, вроде яйцо называется. Но, ребята, как-то так. Пока что мне тоже интересно, как называться будет новое яйцо, какие вообще питомцы там еще будут. Ну, а вы в комментариях пишите, что думаете насчет этого обновления, какое яйцо у нас появится в адопт.ми. Ну, я думаю, нам уже в понедельник разработчики расскажут, какое яйцо у нас появится. А в четверг уже у нас появится само новое яйцо, либо же отчет до него, ребята, как-то так. Поэтому будем с вами с нетерпением ждать новое яйцо. Обязательно накопите баксы на него, потому что в первые дни это яйцо будет очень цениться. И трейды на него будут очень классные. Поэтому, ребята, копите баксы и ждите новое яйцо. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, чтобы не упускать актуальную информацию про наши новые обновления в адопт.ми. Также вот победитель из прошлого конкурса на флайрай черепаху. Поздравляю, участвуйте в начале этого видео, тоже конкурс на нее.